Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Волга, Восток постоянно заботятся о благополучии земли Тут поля получают полной мерой органику Закупаются минеральные удобрения Высокая культура земледелия, возведенная в этих хозяйствах культ Дает свои положительные результаты Даже в такие сложные, как нынешние годы По мнению одного из опытных механизаторов Урожай складывается из многих факторов Ранняя зябь в августе Это первое Весной же, как говорится, сей грязь и подкормить Земля должна питаться, ну и химпрополка Без него тоже не обойтись Каждое поле требует себе индивидуального подхода Не зря хлебопашество сравнивают с творчеством Там, где в этом году посевы были размещены по зябе Своевременно подготовлена техника Сев проведен в ранние сроки Засуха отразилась меньше А где же осенью не спахали зябь Недостаточно проведена культивация Получили изреженные всходы Следовательно, низкую урожайность И нельзя все время прикрываться объективными трудностями Кого винить, что до минимума сокращается количество агротехнических мероприятий Главное же нарушение агротехники в том, что отвратительно пашем Вот и выходит, что на круг убираем по 10 сетнеров зерна А надо бы 25-30 Сильно сократилось количество опытных механизаторов Снизилась культура земледелия Весной в начале лета Почти на каждом совещании сельхозработников Говорилось о необходимости Своевременной химпрополки Но, к сожалению, во многих гектарах Она не проводилась Если даже проводилась некачественно В итоге сорные Бурьяном заросшие поля Тут и речь не может быть об урожайности Безответственность до того въелась в душу некоторых людей Что даже серьезные проступки, ведущие к большим потерям продукции Воспринимаются ими как само собой разумеющиеся Вот характерный пример Идет вспашка зябия Механизаторы грубо нарушают агротехнические нормы Нет поворотной полосы Пашут поверхностно Скирды поставлены, как попало Кстати, ведь раньше скирды ставили на спаханные борозды А самое главное Механизаторы прекрасно понимают Что это поле уже не родит хороший урожай Разве можно быть таким равнодушным? Неужто не болит у них душа за землю? Бытует мнение, что на селе плохих профессий нет И все же механизатор – это профессия номер один Пока есть добрые пахари, земля не пропадет Земля не бывает неблагодарной Многие механизаторы, к сожалению, не знают Видимо, не доводят до них специалисты, руководители хозяйств Что правительством республики Башкортостан Администрации города и района Управляем сельского хозяйства и продовольствия Разработаны дополнительные меры, стимулирующие труд землепашцев Так администрации города и района Предложено за каждый гектар выдавать бесплатно один килограмм зерна А правительством предусмотрена 50% надбавка Тем, кто вспашет в августе краткие агротехнические сроки Агротехнические сроки У меня есть два уровня. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Агрономическая инженерная служба в последние годы ослабла. Ведь им прекрасно известно, от того, как пройдут осенние полевые работы, будет зависеть урожай будущего года. Как бы не благоприятствовали нам погодные климатические условия, хорошего урожая при такой подготовке полей. Нам не увидеть. Нужно должным образом и очень серьезно работать с землей. Поймите, что именно в ваших агрономах, инженеров, механизаторах в руках судьба будущего урожая. Судьба нашего благополучия. Осень и среднестатистический горожанин, тем более не имеющий садового огородного участка, начинает задумчиво поглядывать на прилавки овощных магазинов. Наступает пора сезона заготовок овощей и картофеля торговыми и перерабатывающими предприятиями города на зиму. По существующему порядку, потребности города и района в овощах и картофеле доводятся до соответствующего комитета Совета Министров Республики, после чего из Совета Министров в торговый отдел местной администрации поступают задания по объему заготовок тех или иных овощей и картофеля. Темпы, сроки и объемы предстоящего заготовительного сезона были определены еще в феврале этого года постановлением Совета Министров номер 61. На сегодняшний день всеми торговыми организациями города Орсом, НГДОК, Краснохолмс, Нефть и НОП-5, Горьковской железной дороги, заготовительным производственным объединением Башпотребсоюз, районным потребительским обществом Башпотребсоюз заключены договора на поставку овощей и картофеля. Да и на полях зреет неплохой урожай. В колхозе Ленин-Юлы, например, предполагают собрать до 300 тонн, а в колхозе имени Мичурина до 200 тонн капусты. Говоря о втором хлебе, о картофеле, то его посажено в колхозах и совхозах нашего района на 175 гектарах. Ожидаемый результат по этой культуре 1575 тонн. Немалое место в нашем рационе занимает лук. По заданию Совминной Республики объем заготовок лука для нашего района составил закупка 100 тонн в Дертюлинском районе, плюс еще 65 тонн, это внутрирайонные закупки. На сегодня только нашими орсами заключены договора на поставки 74 тонн лука, а оставшиеся 91 тонну доберут через райпо и заготовители. То есть, если даже дертюлинцы нас подведут, я на улице без лука не останутся. Кроме этого, согласно заключенным договорам с торговыми организациями Кыргызстана и Ростовской области, через внеобластной завоз к нам поступит еще 100 тонн с Южной Республики и 80 тонн с Ростовской земли. Что касается помидоров, то нынешнее лето было благосклонно к нашему району и в садово-огородных участках и на улице урожаи помидор были хорошие. Возникающий дефицит по этому овощу будет покрываться внеобластным завозом из Дагестана, Астрахани и Молдавии. Большая подготовительная работа проведена и к переработке заготавливаемых овощей. Большой опыт в этом накоплен в Орсе НГДУ Краснохолмснефть и совхоззаводе. Согласно заданиям торговым предприятиям города, имеющим перерабатывающие мощности, будут переработаны 38 тонн капусты, 3 тонны огурцов, 3 тонны помидор. К этому надо добавить еще 6 тонн. Это зеленый горошек и кабачки. Специализированным предприятием, включающим в себя и производство сельхозейственной продукции и его переработку, в нашем городе является совхоззавод. На сегодня для перебойного обеспечения овощами населения района, Янаульский совхоззавод располагает достаточными объемами капусты, кабачков, огурцов, свеклы, моркови, картофеля, зеленого горошка и лука. Благодаря финансовой помощи Министерства сельского хозяйства удалось построить новое овощехранилище. Сейчас там ведутся технологические и отделочные работы. Во время съемок мы встретили на этом объекте директора совхоззавода Марата Федагеевича Акзамова. Марат Федагеевич пояснил нам, что это овощехранилище рассчитано на 500 тонн по принципу контейнерного хранения. Камеры для хранения сельхозейственной продукции вентилируемые, благодаря автоматике в них поддерживается постоянно температура и влажность. В нынешнее непростое время для переработчиков сельхозейственной продукции это, конечно, очень сильные подспорья в их работе. Ведь именно из-за неразвитости инфраструктуры хранения наша экономика ежегодно теряет многие миллиарды рублей. С завершения нашего сюжета о подготовке к заготовительному сезону скажем, что по данным торгового отдела местной администрации на 15 августа фактически было заготовлено огурцов 77,2 тонн, капуста ранней 24,7 тонны, свеклы 1,4 тонны, уборка которой предстоит в сентябре месяце, лука 26,2 тонны, завоз которой осуществляется из Киргизии, помидор 64,5 тонн, картофеля 6,4 тонны, яблок 55,1 тонны, арбузов 11,1 тонны, слив 6 тонн, цитрусов 16 тонн. Так же начинается заготовка моркови. Учитывая то, что эти цифры ежедневно обновляются в сторону увеличения, то к моменту выхода передачи овощей в хранилищах прибавится на десятки и сотни килограммов. Да, осень потихоньку приближается, приближается не менее хлопотно и горячее, чем уборка хлебов, пора заготовок, овощей и картофеля, ибо это одна неразрывная продовольственная цепочка. И пусть наш среднестатистический на улиц, выбирая осенью в овощном магазине или на овощном прилавке, приглянувшиеся ему помидоры или огурцы, лук или картошку, помнит о том, что не один десяток людей, это и заготовители, и торговые работники, и транспортники, приложили немало сил и здоровья, чтобы был широкий ассортимент овощей на прилавках, и цены не кусались. Субтитры создавал DimaTor 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 ДимаTor Субтитры создавал DimaTor Субтитры создавал DimaTor ДимаTor 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 Татар 90-е лауреаты Зейнеп Фархутденовын концерта был обыздан. Бізді Зейнепплэн ошрашып, оңгеме олдык. Зейнепплэн ошрашып, оңгеме олдык. А второй этап который в самолете несколько лет Но я думаю, что будет у вас не только фото, но и мереах Яноволю это был в шоке. И у нас 5 лет. Я думаю, что будет твердый год. Я получил это новый алтарь, который кубит. Компания «Томашаши» Я так и говорю Ну, я так и говорю Хорош, хорош Мы «Томашаши» Мы «Томашаши» Мы не очень хороши Потому что мы Музыка и Кутлаулы В последних временах Мы хотим посмотреть Спектакли на вашем филе Реклама Реклама Продолжение следует... Я думаю, что здесь им все так и Monte Небали. Мне нравится. Я люблю, чем мне. Я люблю, чем я люблю. Может быть, ребята. Я духовный ребят. Я люблю. Я люблю дети. Я люблю. Я люблю ребенка, я люблю ребенок. Я люблю. Продолжение следует... Продолжение следует...